Продолжаем цикл наших физико-математических миниатюр. Бревна плавают вертикально. Наверное, многие из вас могут вспомнить приятную ситуацию. В жаркий день вы заходите в озеро или в море, погружаетесь все глубже-глубже, идете-идете, и вам бы хотелось, перебирая ногу, потом оттолкнуться и оказаться в воде в вертикальном положении, так что у всех вот так вот голова была. Но это вам обычно не удается, и вы как-то очень начинаете быстро ощущать, что какая-то неведомая сила заставляет вас принять горизонтальное положение. Можно провести эксперимент небольшой. Наполните ведро или ванну, достаточно ведро, водой. Возьмите карандаш и опустите его в это ведро, удерживая вот за нижний конец. Тогда, поскольку на карандаш действует сила Архимеда, вот карандаш будет расположен вот так вот, и будет неподвижен. Вы будете его удерживать с силой, тогда он будет находиться в равновесии. Если теперь вы пальцы отпустите, то будет подниматься карандаш вверх, выйдет его за пределы воды, по инерции он даже будет несколько подниматься, приобретет, радость, работа Архимедовой силы, Архимедовая сила будет совершать работу, карандаш будет приобретать кинетическую энергию, он выскочит из воды на какую-то высоту, дальше вниз, и будут теоретически проходить такие вот колебания. Но такие колебания вдоль вертикали вам не удастся нагрузаться, очень быстро карандаш будет в такое положение. Почему? На первый взгляд, это парадоксальная ситуация. Вот если карандаш, пусть он достаточно длинный, то его центр тяжести в геометрическом центре, понятно, где расположается, посередине, можно сказать. Если же этот карандаш принимает горизонтальное положение, то очевидно, что его центр тяжести поднимется по сравнению с первоначальным положением. Но это небывалый случай, потому что всякая система стремится занять положение, соответствующее минимуму потенциальной энергии. Вот, например, маятник математический, можно сказать. Вот маятник. На нити некоторый груз подвешен, на нити подвешен некоторый груз. Если мы его отклоним от положения равенесия, то вот он вернется в положение, соответствующее минимуму потенциальной энергии. Вот проходить колебания. Здесь они происходят по дуге окружности. Если это пружина, пружину мы растянули, будут проходить такие колебания вдоль прямой колебательной движения. Они затопнут, в конце концов, потому что там внутренние трения. И работа, которую мы совершили, перейдет в тепловую энергию этой пружины. А вот как же быть с карандашом? Почему этот дуг в центре тяжести поднялся вверх? Какие есть у кого предложения по этому поводу объяснения? Что же происходит здесь? Как этот акцент в центре тяжести поднялся? Не бывает так? Потому что в системе есть небольшие внешние эффекты, которые влияют на эту систему. Положение вот такое нестабильное, оно теряется вот так. Туда поднимается. Хорошо. Вот было бы приятно мне. Вот я зашел на первый этаж, и хорошо бы получить такое возмущение, чтобы раз и вдруг я вознесся на пятый свой этаж домашний, не притрагивая, не затрагивая никаких усилий. Как же это так вот? Какие же это внешние воздействия могут быть? То есть только меня кто на руках поднимет? Да, например, ветер. Ветер? Который, если этот карандаш поднимется вверх, и на него что-то... А, то есть вы говорите о возмущениях. Ну вот смотрите. Да, возмущения бывают. Ну вот я возьму карандаш, и сейчас я его поставлю на острие. Смотрите, у меня плоскость, и я карандаш поставил. Вот у меня стоит карандаш, опираясь на острие. Парадокс. Попробуйте вот карандаш поставить. Ну это шестигранные-то еще можно, не отчиненные поставить, как-то можно ровиться. Но чуть что, и он упадет. А это, пожалуйста, вот внешние возмущения. Давайте ветер здесь устроим. Вот. Ничего. Да? Можно делать сила? Сила, что тело Архимеда, то есть сильнее с ним тяжести. Вот про Архимед или про это? Не, про Архимед. А вот про это кто-то может сказать? Сила тяжести тут на поле помогает ему. Сила тяжести, так? Получается, центр массовой системы находится, наверное, ниже журнала? Совершенно верно. Здесь к карандашу, вот вам видно, я привязал довольно массивную, такой груз, гайку на проволочке и укрепил. И поэтому здесь надо говорить, что не карандаш стоит вертикально на этой плоскости, а вот эта гайка висит на крючке. Вот у этой гайки это как крючок. И, конечно, положение этой гайки внизу энергия минимальная. И вот если мы отклоняем, то гайка поднимается, маятник, и возвращается назад. Просто здесь центр масс действительно находится под точкой подвеса. Теперь несколько слов я все-таки расскажу про это. явление. Почему? Здесь надо иметь в виду, что речь идет не только об этом карандаше, но и о воде, которая навитна в этот сосуд. Вот какую надо систему рассматривать. Вода плюс карандаш. Ну хорошо, вспомним законы плавания. А вот уровень воды зависит от положения плавающего тела. Вопрос. Уровень воды. Может, вот здесь вот уровень воды такой, такой, а здесь вот он выше или ниже. Зависит ли уровень воды от положения плавающего тела? Зависит или нет? Нет. Нет, секунду, я задаю вопрос такой, который требует ответа. Да или нет? Я же не спросил, почему. Зависит ли уровень воды от положения плавающего тела? Ответ? Нет. Нет. Вы можете объяснить, почему? В случае, как здесь нет, один и тот же объем воды? Раз он плавает. Да, раз он плавает, то сила Архимеда равна силе тяжести, а сила Архимеда... Весна, масса, сила тяжести неизменная. Давайте по карандашам. Да? Значит, и сила Архимеда постоянно. Значит, вот здесь мы выйти не будем, что здесь не надо. Значит, вроде бы быть татяна. Вот здесь нарисуем, сколько кубиков. Вот, значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот одна восьмая над водой. Один кубик из восьмых. И здесь тогда получится, если у нас тут, или, кстати, квадратное сечение, если, значит, здесь у нас длина, толщина семь восьмых, то здесь одна восьмая толщина. Вот. Ну, все равно, в центре тяжести здесь вот мы считаем, центр масс лучше говорит, раз, два, три, четыре, вот здесь центр. Ну, а здесь центр масс будет на глубине, значит, расстояние один, значит, одна вторая, если сверху, вот я считаю, одна вторая, одна вторая, минус одна восьмая, то, что выступает сверху, получается три восьмых. Значит, центр тяжести, вот здесь вот глубина, вот глубина, получается три восьмых. Центр тяжести находится на глубине три восьмых, А здесь на глубине раз-два-три. Центр масс на глубине три, раз-два-три. А там на глубине три восьмых. Почему в первом случае мы считаем... Что? Почему в первом случае мы считаем какую-то единицу от всего? Нет, я считаю глубину от уровня воды. Значит, всего 8 кубиков. Будем считать, что это склеен из 8 кубиков. Призма такая, да? Параллелепик из 8 единичных кубиков. Один кубик сверху, 7 по 10. Вот центр масс здесь. А теперь он горизонтально располагается, вот эти 8 кубиков здесь. Так вот, здесь надо смотреть не только за центром масс этого карандаша или этого бревна, но и за центром масс воды. Тут же вода есть еще? А теперь посмотрите. Тут какая конфигурация воды? Одна. Я даже могу нарисовать ее в первом случае. Вот вода в сечении. Вот это вода. Полагается вдоль такого тела, этого сечения. А в другом случае вода вот так. Площады-то, конечно, у них равны. Одинаковые площади. Значит, S. И здесь тоже площадь без связи. Где центр тяжести нет. Так вот, при переходе от этого положения карандаша к этому, центр масс воды опускается. Опускается. Потому что, вот раньше здесь... А, у меня... Сейчас, как это сказать лучше? Значит, во втором случае центр масс воды опускается. Можно так сказать. Вот это пространство раньше занималось легким деревом. Дерево с малой плотностью. А теперь это пространство занимается водой с большой плотностью. Значит, откуда-то она... Эта вода перешла сверху и перешла на это место. Можно провести точный расчет, но это я не буду делать. Некоторое время назад в журнале «Квантик» об этом была задача. Вот у журнала «Квант» есть младший, это, кстати, брат, «Квантик». Называется журнал для любознательных. Любознательный, там адрес такой адресованный с 5 по 8 класс. Вот там эта задача была помещена. Именно потому бревна все плавают газонтально, что в этом случае центр масс системы. Надо следить не только за центром масс бревна или карандаша, но и за центром масс системы. Карандаш плюс вода. И во втором случае, вот в этом случае, центр масс опускается. А вот интересно, если я плыву в Средиземном море, а Средиземное море связано с океаном, то получается, что система – это я и море, или я и океан? И почему она следит за своим центром тяжести? Где границы этой системы? Когда я залез в ванну, то все понятно. А почему то же самое в море? В какой момент я образовал эту единую систему? Я же не подавал заявку на вступление в Средиземное море или там в океан? Да. Не, все непонятно. А может, я анекдот расскажу? Пожалуйста. У меня есть такой замечательный, когда ты его знал, когда он был в школе, Акапиан Арсений. Сейчас он математик, совершенно замечательный математик. Вот живет он в Австрии, все вы интересующиеся. И он задал себе такой вопрос. Берем равномерно заряженный стержень. Ну просто, да. Равномерно распределем зарядку стержню. Какое будет поле из-за этого стержня? Ну, легко посчитать, что оказывается поверхностью постоянного потенциала это будут эллипсоиды с этими самыми фокусами, с концами этого стержня. Довольный Арсений, радостный об этом написал. Ему тут сразу же объяснили, что на самом деле это еще в начале XIX века было известно, что вы там уже дали, хочу ссылок дать. А разве может быть, ведь заряды, если одноименные, они разбегутся? Вот. Я его так и спрашиваю. Они же разбегутся. Он задумался и отвечает. Ну хорошо, да, действительно, вот вроде бы если взять проводник, то заряды распределятся так, чтобы концам будет побольше, а в середине повеньше. Хорошо. Значит, надо взять непроводящую штуку и, значит, молотком пройти и заряды равномерно прибить. Тогда будет так. Договорились. А после этого я ему задаю вопрос. Помните ли вы в 10 классе, где объясняли про конденсаторы? Здесь есть кто-нибудь, кто в школе уже учил, что такое конденсаторы? Ага. Замечательно. И помните ли вы, что там вам объясняют, что если берешь бесконечную равномерно заряженную плоскость, то между ними можно посчитать силу. Отлично. Сказали. Они же разбегутся. Они же, эти самые заряды, друг друга отталкивают. Они разбегутся все на край этого самого конденсатора. И поэтому, ребята, огромная тема в вашем любимом 10 классе, которая называется поле равномерно заряженной плоскости, это потому что равномерно заряженной плоскости что? Не бывает. И поэтому все эти фарады, вся эта емкость конденсаторов, а радиоприемки не должны существовать, потому что они все основаны на этих самых конденсаторах. А как всегда они работают? На самом деле, я могу ответить. Дело в том, что в большинстве случаев физикам как-то распределились зарядные плоскости, и для них равномерно заряженная плоскость, это просто для того, чтобы детей побугать. А важно только то, что если есть две пластинки, и к ним подвели заряд, то если заряд стал в сколько-то раз больше, то сила в столько же раз увеличилась. Им важна прямая пропорциональность. А они говорят, что вот от свойств материала, а вот от чего-то там зависит. На самом деле, оно зависит от того, что просто не бывает никакой рономерно заряженной плоскости. Да вот, понятно, да? И еще немножко это смягчает то, что у них чаще всего роль равномерно заряженной плоскости играет свернутая в рулон. Они же что обычно делают? Они берут два слоя на небольшом расстоянии, прокладывают изолятором, и после этого аккуратно наматывают. Они говорят, что это они наматывают для того, чтобы вот такая была модель плоскости, и чем подобное. Когда они намотали, после этого у зарядов меньше желания разбегаться в стороны. Чем сильнее вы скрутили, тем она больше похожа на плоскость. А если вы разложите по плоскости, то будет вовсе не плоскость. Физика – это мрачная наука, ребят. Все, я молчу.